Музыкальные раскопки главных икон современности. Виталий Лестраткин и Александр Булгаков с программой Музразбор. По вторникам в 10 утра в эфире Интера-ФМ. Всем привет! Меня зовут Владимир Петров. И вы смотрите очередной выпуск Кинохроники на Интера-ТВ. Сегодня в программе. На «Оскар-2020» была выдвинута лента Кантемира Балагова «Дылда». На широкие экраны выходит нашумевшая картина «Джокер». Монике Беллуччи исполнилось 55 лет. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. На прошлой неделе в Москве состоялось заседание Российского Оскаровского комитета. На повестке дня стоял выбор фильма, который будет официально выдвинут на соискание премии «Оскар-2020» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Один из участников обсуждений, продюсер Александр Роднянский, рассказал, что в финальном голосовании участвовали две такие военные драмы, как «Т-34» режиссера Алексея Сидорова и «Дылда» молодого постановщика Кантемира Балагова. В итоге была выбрана картина «Дылда», в которой рассказывается история двух женщин-фронтовичек, пытающихся выжить в блокадном Ленинграде. Стоит отметить, что фильм «Дылда» уже успел получить несколько престижных кинонаград, в том числе и два приза Каннского кинофестиваля. Прошлую субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет, после непродолжительной болезни, из жизни ушел легендарный советский и российский режиссер и театральный деятель Марк Захаров. Причиной смерти стало повторное двустороннее воспаление легких. Много лет Марк Захаров руководил Московским театром Ленком, а любителям кинематографа он известен благодаря таким культовым режиссерским работам, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и «Убить дракона». Марк Захаров добился успеха и как киносценарист. Помимо собственноручно снятых фильмов, он также написал сюжеты к таким лентам, как, например, «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и «Честь имею». Перейдем к новинкам недели, самой ожидаемой из которых, без сомнения, является драматическая лента Тодда Филлипса, которая называется «Джокер». Формальная картина «Джокер» основана на известной всем поклонникам комиксов истории становления легендарного антагониста вселенной DC. Однако компания Warner Bros., режиссер Тодд Филлипс и исполнитель главной роли, Хоакин Феникс, выбрали для этого сюжета крайне необычное киновоплощение, превратив ее в крайне драматическую социальную историю, отвергнутого всеми комика, нашедшего выход в насилие. Такой подход уже принес создателям «Джокера» единодушное восхищение кинокритиков, а также несколько престижных наград. Впервые фильм, основанный на комиксах, стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. После этого уже никто не сомневается, что вскоре последуют и номинации на премию «Оскар». Помимо «Джокера» стоит также обратить внимание и на криминальную комедию под названием «Операция Калибри», которая рассказывается о двух предприимчивых братьях, пытающихся построить прямой оптоволоконный кабель между Канзасом и Нью-Джерси. Эта коммуникация позволит им получать биржевые котировки раньше конкурентов, что в теории может принести баснословный заработок. В первую очередь эта картина привлекает внимание своим актерским составом. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Александр Скарсгард и Сальма Хаек. В течение прошедших семи дней свои юбилеи отметили сразу три актрисы, принадлежащие к трем разным поколениям кинематографа. В прошлую субботу 85 лет исполнилась великой Бриджит Бардо. Спустя два дня 55-летие отпраздновала Моника Белуччи, а еще через день свой 30-летний юбилей отметила Бри Ларсон. Бриджит Анн-Марий Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена и поэта Луи Бардо. В детстве Бриджит увлекалась балетом и в возрасте 13 лет была принята в высшую национальную консерваторию музыки и танцев. Ей не удалось стать заметной балериной, однако это увлечение открыло ей двери в мир моды, а позже и в мир кинематографа. В 1952 году Бардо дебютировала на широком экране в небольшой роли в ленте «Нормандская дыра», а спустя всего несколько месяцев ей досталась главная роль в картине «Манина. Девушка в бикини». По-настоящему большой известности Бриджит Бардо удалось добиться спустя еще два года, когда она снялась в ленте своего мужа Вадима Роже «И бог создал женщину». Конец 50-х и начало 60-х стали золотыми временами в карьере Бриджит. Именно тогда она снялась в таких картинах, как «Парижанка», «Случай несчастья», «Бабетта идет на войну», «Танцуй со мной», «Истина», «Презрение», «Вива Мария» и других. В 1973 году Бриджит Бардо официально завершила кинокарьеру и с тех пор занимается общественной деятельностью, в том числе борется за права животных. Моника Анна-Мария Белуччи родилась 30 сентября 1964 года в небольшом итальянском городе Чита-ди-Костелло в семье работника транспортной компании и художницы. Так же, как и Бриджит Бардо, Белуччи пришла в кинематограф через модельный бизнес. Ее дебют на широких экранах состоялся в 90-м году, когда Моника уже стала весьма популярной девушкой с обложек модных журналов. Это была итальянская картина под названием «Жизнь с детьми». В течение 90-х Белуччи много снималось, но все это были роли второго плана, например, эпизод в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула». Настоящего успеха в качестве киноактрисы Монике удалось добиться в начале 21 века благодаря участию в таких фильмах, как «Малена», «Братство волка», «Астерикс и обеликс миссия Клеопатра», «Необратимость», «Слезы солнца», «Матрица перезагрузка», «Страсти Христовы» и других. Бриана Сидони де Санье, более известная как Бри Ларсон, родилась 1 октября 1989 года в американском городе Сакраменто. Она с детства увлекалась музыкой и актерским искусством, записывала песни, играла небольшие роли в кино и на телевидении, однако серьезного успеха ей удалось добиться относительно недавно. Во многом благодаря номинации на «Оскар» за роль в картине «Комната», а также за счет работы в молодежных комедиях «Матчей Боттон» и «Скотт Пилигрим против всех». После этого Бри Ларсон стала звездой современного Голливуда и приняла участие в съемках двух масштабных блокбастерах «Конг. Остров черепа» и «Капитан Марвел». Сегодня в нашей передаче мы поговорим о культовом тандеме двух советских писателей, создавших шедевр сатирической литературы, который впоследствии был множество раз экранизирован. Речь пойдет об Илье Ильфе, Евгении Петрове, их романе «12 стульев» и его одноименной экранизации «Марка Захарова». Илья Арнольдович Ильф родился 3 октября 1897 года в Одессе в семье банковского служащего. Илья обучался в специализированной технической школе и какое-то время после ее окончания работал в чертежном бюро. Однако после революции решил поменять свою жизнь и стал журналистом, а впоследствии и редактором юмористических журналов, в том числе и московской газеты «Гудок», во время работы в которой он и познакомился с Евгением Петровым. Соавтор и коллега Ильи Ильфа Евгений Петров родился 30 ноября 1902 года также в Одессе в семье преподавателя в училище и пианистке. Евгению и его брату, известному писателю Валентину Катаеву, выпало на долю множества бед и несчастий. Мать Евгения умерла буквально через несколько месяцев после его рождения. В возрасте 19 лет будущий писатель потерял и отца. А за год до этого братья чуть не были расстреляны советской властью. Спасло заступничество старого знакомого, работавшего в ЧК. После этого Евгений Петров некоторое время служил в Одесском уголовном розыске, а затем отправился покорять Москву, где стал достаточно успешным журналистом и познакомился с Ильей Ильфом. Считается, что идея романа «12 стульев» впервые пришла в голову брата Евгения Петрова, Валентину Катаеву, который по его собственному признанию решил стать советским дюма-отцом. В 1926 году Катаев предложил своему брату и его товарищу Илье Ильфу стать его соавторами, однако впоследствии устранился от работы, прочитав первые наброски. Своё решение он объяснил тем, что увидел в творчестве Ильфа и Петрова — почерк совершенно сложившихся писателей, не нуждающихся в его наставничестве. В итоге тандем авторов-дебютантов справился с поставленной задачей менее чем за год. И уже в январе 1927 года книга «Глава за главой» начала опубликоваться на страницах журнала «30 дней», а в июле вышла отдельным выпуском журнала «Земля и фабрика». Роман «12 стульев» впервые начали экранизировать ещё в начале 30-х годов. К моменту начала съёмок ленты Марка Захарова на широкие экраны вышло уже более десятка различных киноверсий этой книги, в том числе в Великобритании, Германии, Италии, США, Швеции и даже в Бразилии и на Кубе. Более того, за несколько лет до Захарова свою версию снял другой выдающийся советский классик кинематографа — Леонид Гайдай, что, однако, Захарова нисколько не смутило. Марк Анатольевич решил снимать телевизионный фильм, сделав ставку на буфонаду и музыкальные номера. Несмотря на то, что множество сцен оригинального романа происходят на улице, весь съёмочный процесс фильма был произведён в павильонах Останкина. Итоговый вариант картины длится 300 минут и впервые был показан по ТВ в 1976 году. Фильмы Леонида Гайдая и Марка Захарова вышли с разницей всего в 4 года. Неудивительно, что их постоянно сравнивают друг с другом. Процесс обсуждения принципиальных различий включился и сам Леонид Гайдай, который назвал ленту Захарова «уголовным преступлением». Вполне объяснимый нейтралитет в этой борьбе соблюдали актёры, сыгравшие роли в обеих экранизациях. Таковых набралось целых 10 человек, включая Савелия Крамарова и Георгия Витцина. Кстати, Попанов с Мироновым пробовались на главной роли ещё у Гайдая, но в отличие от Захарова, советский классик остался ими не впечатлён. Сейчас в это сложно поверить, но первый показ картины Марка Захарова «12 стульев» в ПТВ оказался скорее провальным, чем наоборот. Множество зрителей осталось недовольным нарочито-буфонадной формой этого фильма. Однако, когда руководство решилось на второй и третий показы, реакция была уже более тёплой. К тому моменту весёлые эксцентричные мюзиклы перестали являться чем-то экспериментальным и воспринимались зрителями на ура. В конечном итоге фильм «12 стульев» без сомнения вошёл в золотой фонд советского кинематографа и стал безусловной классикой жанра. На сегодня это всё. Смотрите кино. Пока. Субтитры подогнал «Симон»